Омская команда «Мостовик» готовится к финальному этапу первого всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который пройдет с 1 по 8 мая в Москве. 29 апреля перед самым вылетом в столицу в спортивном комплексе «Авангард» состоялась последняя на Омском льду тренировка хоккеистов, которую посетил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Сергей Шелпаков. Он пожелал спортсменам-любителям достойно выступить на турнире и подтвердить высокий уровень омского хоккея. Конечно же, хотелось бы, чтобы у ребят получилось. Омский хоккей его знают не только в России и за рубежом, но и команду «Мостовик» и саму организацию «Мостовик» тоже знают и в России, и за рубежом тоже. Команда, созданная в 2006 году на базе НПО «Мостовик», в последнее время активно принимает участие во всех соревнованиях любительской хоккейной лиги Омской области. Были отобраны участники старше 40 лет, никогда не игравшие на профессиональном уровне. Средний возраст омской команды составляет 43 года. У хоккеистов-любителей разные профессии, занятость, но все они находят время, чтобы поддерживать форму и играть в любимую игру. Вся команда едет с таким серьезным настроем. Я думаю, что-то должно у нас получиться, потому что команда готовится, команда катается, у всех желание большое. Мы очень рады, что такой турнир наконец-то состоится и готовы отдать полностью все свои силы. На фоне хоккейного бума, который в последние годы наблюдается в стране, создание в 2011 году российской любительской хоккейной лиги вполне закономерно. Однако не секрет, что существует дефицит льда для любителей. Поэтому главным призом первого всероссийского фестиваля по хоккею, который завершится 8 мая, станет каток с искусственным льдом. Турнир нужен, это я во-первых скажу. Это стимул, стимул для людей, ребят, которые не попали в большой спорт, как бы не потеряться. Это же общение, знакомство, поддержание физической силы. Так что если еще дополнительно будет один дворец, это большой плюс. В финал фестиваля любительской хоккейной лиги вышли победители региональных туров. Это 80 мужских команд. Мостовику в своей группе предстоит сыграть с Владикавказской Аланией, Волгоградским Сталинградом и командой администрации из Кургана. Из каждой из 20 групп в плей-офф выйдут по две команды, которые в играх на вылет продолжат борьбу за Кубок Чемпиона. Играем на победу, как же матч, задача такая, тренеру поступила. Сейчас это длительный и очень качественный турнир, в котором 90% игр напряженные, ну то есть настоящий турнир уже все не по-любительски. В первой игре мостовик превзошел Сталинград с разгромным счетом 11-5. Все матчи транслируются на сайте российской любительской хоккейной лиги. Субтитры создавал DimaTorzok